здравствуйте дорогие друзья рада вас приветствовать на нашем виноградном канале зовут меня светлана и сегодня мы с вами поговорим о сортах винограда для игристых вин ну конечно прежде чем приступим к рассмотрению конкретных сортов немножко обсудим что же такое игристые вина почему их хорошо делать в наших условиях скажем так северного виноградарства и какие технологии приготовления вот этих самых вин существует значит начнем с технологий существует конечно технологии много но для домашнего использования подходят три первая это классическая технология приготовления игристого мы правда часто называем тегристовина шампанским так вот суть ее заключается в том что сначала мы делаем вино можем выдерживать можем не выдерживать то есть там много всяких есть нюансов дальше мы в это вино добавляем сахар и дрожжи сахар мы добавляем в виде тиражного ликера не суть да то есть сначала вино потом туда сахар и дрожжи заливаем в бутылку а там осуществляем вторичное брожение после этого идет работа с осадком когда мы смещаем осадок на горлышко откупориваем осадок удаляется доливаем особому образом да и таким образом получаем игристый напиток по классической технологии вторая технология которая сейчас вообще очень активно распространяется напитки приготовленные по этой технологии очень активно набирают свою популярность это метод ансестра или так называемая деревенская шампанское что она собой представляет это не доброт то есть вот мы поставили вину она бродила бродила еще до конца не до бродила там еще живые дрожи там еще есть остаточный сахар мы все это в бутылку брожение завершается в бутылке получаем газированный напиток можем работать с осадком можем не работать можем оставить мутным для 15 это вполне допустимо и третья технология которая может быть применима в домашних условиях эта технология остиспуманте что собой она представляет мы начинаем делать вино мы ставим сусло регулярно его оклеиваем желатином регулярно снимаем с осадка таким образом мы очень сильно уменьшаем количество питательных элементов для дрожжей брожение очень очень сильно замедляется потом тоже все это заливаем в бутылку и там она медленно медленно дображивает эта технология подходит для мускатных сортов вот как бы уже первое я проговорила с технологиями разобрались дальше почему хорошо нам вообще в нашей средней полосе делать игристые вины конечно классической технологии для кого-то может быть тяжеловато а технология остиспуманта может быть тоже для кого-то тяжеловато вот это средняя технология питательных на самом деле в домашних условиях очень легко реализуемо и чем она хороша значит для игристых и нам не обязательно высокий сахар то есть если у нас хотя бы есть 17 брикс все мы можем смело работать с этим суслом для игристых нам не обязательно низкая кислота даже наоборот когда кислота достаточно высокая это хорошо потому что кислота и газа это вообще классно это круто это придает особый вкус особый шарм то есть сахара мало отлично кислота полностью не ушла кислоты многовато отлично чуть-чуть виноградик допустим не дозрел не дотянулся и кондиции тоже отлично то есть нам с этой технологии работать удобно но теперь переходим уже к обсуждению конкретно сортов и где-то попутно еще немножко будем может быть касаться технологии вообще во франции в шампании для производства вот этого классического игристого шампанского используется только три сорта шардоне пино нуар и пиноменье могут ли эти сорта расти у нас ну на самом деле большой вопрос у меня два из них растут ну что что из этого выйдет как бы посмотрим других регионах где производят вот по этой же классической технологии там выбор сортов несколько больше там уже добавляют рислинг может быть вот даже недавно мы покупали игристые вина на пробу может быть там ракоцители может быть мацваны я встречала в магазине в составах и бьянку и и молдову и много чего еще какие сорта точно сюда не подойдут это сорта танинные хотя тоже где-то я встречала информацию что даже из каберне делают игристая но там только белая технология только белый потому что все вообще что-то не на что нет вот последоват она это нет для игристых не годится нам нужны сорта с тонкой легкой ароматикой из нашей коллекции вот то что я сама лично попробовала я делала шампанское игристая правильно говорить по такой классической технологии из винограда сорта реформ вообще реформ у меня уже можно сказать во всем побыл и и в сухом побыл и в классической технологии побыл и в 15 побыл в общем во всем чем угодно конкретно из реформа получается очень интересная игристый напиток с легкими тонами груши если выдержать его побольше у меня я поддерживала год вот уже закрыта в бутылке грушевые ноты остаются но отходят на задний план и больше появляются такие цветочные ноты и может быть легкий цитрус но знаете как кстати многих белых вин я все никак не могла охарактеризовать этот вкус что это такое ну вот если мы съели мандаринку немножко посидели у нас во рту образуется специфическое послевкусие вот такая штука появляется у многих белых вин можете обратить внимание так вот у игристого из реформа это тоже есть другие сорта пока что в классической технологии я не пробовала вот у меня есть сапфира вот она скорее всего пойдет вообще бело-ягодные технические сорта у которых достаточно высокая кислота они должны для этой технологии подойти ну конечно мы поскольку в домашних условиях это легче это проще мы будем говорить о технологии пятнатов и вот для пятнатов замечательно подходят все очень ароматные сорта вот вся прибалтийская коллекция вся вот этот гибридная коллекция от которых многие там крутят носом что а я я это гибриды вот у них гибридная тона как раз таки все вот эти гибридная тона ананаса земляники вот они шикарно будут подходить для пятнатов и те же розовые прибалты лепс на паланга ядвига гайлюнас то что дает такие приятные земляничные ноты медовые ноты вот это шикарно подойдет также шикарно подойдут белые сорта из этой же серии это целые это вардова это сапага опять же у них вот эти вот ананасные земляничные ноты ноты тропических фруктов вот это ароматик она будет очень хорошо сохраняться в игристом виде если в сухих вариантах она через некоторое время уходит то вот игристая как раз таки наоборот дает возможность всю эту ароматику сохранить сюда же прекрасно подойдет ананасные у меня ананасные это французская селекция сорт очень ароматный с таким ярким ананасом да как говорит его название для пятнатов самое то сюда же прекрасно подойдет бриана тоже со своим очень ярким ароматом цитрусов и тропических фруктов то есть вот все все что имеет такую высокую ароматику но прекрасно подойдет для пятнатов и опять же я уже говорила в наших условиях чем хорошо что даже если получается что был короткий сезон до что-то пошло не так у нас немножко не добрался сахар чуть-чуть ягода не дозрела то как раз таки вот в пятнатах либо по белой технологии либо можно чуть-чуть побродить на мизге вся эта ароматика прекрасно проявится и мы получим хороший вкусный напиток который хранится более-менее нормально будет потому что по долине могли кислого газа даже если у нас низкий уровень алкоголя напитки все прекрасно сохраняется подробно на характеристике каждого сорта я останавливаться не буду есть отдельное видео обзор всех моих технических сортов а скажу кратенько только общее вообще что объединяет вот все эти сорта это достаточно хорошая устойчивость к заболеваниям к неблагоприятным погодным явлением вся эта прибалтийская коллекция и не только хорошо созревает в наших условиях и конкретно моих и дает нормальную ягоду как раз таки для производства вот этих самых игристых напитков и поскольку я с ними работаю уже несколько лет я поэкспериментировал уже из такой технологии из такой то конечно теперь когда я попробовала все это в пятнатых то из этих сортов я делала только пятнаты все уже сухими вариантами я не балуюсь мне мне так проще да мне так легче и мне так вкуснее ну еще технология асти спуманты когда мы все время оклеиваем все время снимаем с осадка эта технология изначально разрабатывалась для мускатов почему потому что в мускатах идеально оставить все таки немножко сахара именно в таком варианте мускаты себя проявляют лучше всего и из таких сортов у меня зигире бы моей коллекции вот в прошлом году я делала как раз таки применяю вот эту технологию асти спуманта ну напиток получился очень вкусный очень хороший единственный недостаток зигире бы то что он может перезревать и в прошлом году у него паж был 3 и 9 это очень высокий паж в принципе для работы с виноградным суслом то есть к зигире бы очень хорошо было бы ну либо раньше его снимать но там так получилось там шли дожды поэтому мы ждали пока немножко восстановится сахар и поэтому так получилось то есть либо его снимать чуть раньше по возможности либо вариант номер два ему в пару садить кого-то с высокой кислотой чтобы все-таки был более-менее нормальный паж ну и не буду меньше будет окисление меньше будет окисление работать будет проще и напиток получится вкуснее вот все все было замечательно такой очень конфетный вкус очень конфетное послевкусие долгое-долгое глоточек глотну шлейф во рту остается несколько минут нот кислоты не хватало уже мы привыкли к тому что кислота все-таки в вине в грейстом вине тем более она должна быть и вот зигире бы не хватало то есть там уже можно осмотреть сроки потому что у нас ну так получилось он был снят именно в такое время либо садить какую-то еще к нему пару в принципе синяя сорта с мускатом тоже можно использовать для такого типа напитков единственное что мы их не держим долго на мизге либо делаем по белой технологии ну либо держим на мизге совсем чуть-чуть кстати вот все что я делаю для пятнатов вот из всех прибалтов я всех их сбраживал на мизге где-то дня 3-4 то есть опять же для домашних условий для того когда мы не имеем пресса да у нас нет каких какого-то специального оборудования тоже замечательно с этими сортами работать с ними легко и те же прибалты они особо не окисляются несмотря на то что они бродят в открытых ямкостях и бродят на мизге тем не менее вот игристый вид из них получается очень замечательно вот как раз такие нотки ананаса нотки всех этих тропических фруктов они там прослеживаются то есть принципе вот для технологии пятна нам могут подойти абсолютно все ароматные сорта можно пробовать и не с очень ароматных можно что-то смешивать единственное что точно не подойдет я уже говорила это очень тонинные сорта типа каберне типа турана которые изначально даже я буду пробуешь она прям такая вся терпкая вот это не подойдет все остальное можно пробовать а что касается самой технологии никаких сложностей там нет единственное что до нужны бутылки это могут быть бутылки под кровью пробку то есть вот как под пивной либо это могут быть бутылки с керамической бубельной пробкой и то и другое сейчас продажи есть все это можно найти и сделать дома прекрасный игристый напиток который будет вас радовать и от которого с утра у вас голова останется свежей ну и по срокам в принципе к новому году уже первые пятна ты можно пробовать но исходя из моего опыта скажу что наибольшего своего развития дальше просто не держали но самые вкусные пятна ты вот из всей этой прибалтийской коллекции получаются примерно где-то апрель-май вот к этому времени они становятся их аромат достигает пика может конечно я их пробовала даже не на пике может быть еще там что-то развивается но были небольшое количество поэтому дальше поддержать не удалось но интенсивность аромата например декабрь и январь и интенсивность аромата апрель она будет отличаться то есть вот чуть чуть дальше она будет более ярко более интересно а также на канале есть отдельный плейлист по игристым винам где собраны все вот эти вот технологии пасти только я особо не делала но я думаю что в следующем сезоне как раз когда мы соберем очередной урожай нашего винограда обязательно что-то из этого будет надеюсь видео вам было интересно большое спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии под роликом нажав кнопку еще ссылка на каталог наших сортов винограды наш контакт не до новых встреч